Временно исполняющая полномочия главы города Людмила Шапор вместе с заместителем главы администрации Вячеславом Федотовым снова побывали в школе номер 16 и осмотрели неработающий пищеблок. Проверяющие пообщались с представителями поставщика питания, выявили основные замечания. Напомним, что во время капитального ремонта учебного учреждения по пищеблоку не было изменений и проектных решений, он остался функционировать в том же виде. Теперь по требованию СанПИНа необходимо соблюсти определенные условия. В формате, в котором мы сейчас работаем, мы тоже не очень хотим работать, потому что у нас получается питание привозное, готовят на пищеблоке одной из образовательных организаций, в термосах сюда привозят и в одноразовой посуде раздают. Понятно, не хотелось бы после такого капитального ремонта вернуться в первобытный общинный строй. По СанПИНу помещение пищеблока должно быть отделано плиткой, а стены окрашены водоэмульсионной краской, чтобы производить санитарную обработку. Здесь мы видим, что у нас здесь есть плитка, как бы она у нас как раз обрабатывается средствами, да, это влажная уборка, все, то есть она у нас здесь будет обрабатываться. А вот эта вот история, она у нас как раз будет... Слушай, а если мы вот эту историю, как вы назвали, мы ее обделаем, вот есть вот такие панели пластиковые, вот такие панели. У нас повышенная влажность, в щели будет попадать, начнется плесень, грибок начнет расти просто, и мы ничего с этим не сделаем. Проверяющие затронули тему прошлой встречи, касающейся разделения на зоны пространства школьного пищеблока, чтобы сырье, полуфабрикаты и готовые блюда не пересекались, а чистая и использованная посуда не смешивалась. Помимо дооснащения и установки дополнительной вытяжки, там еще подключения разного оборудования, стоял вопрос о разделении потоков, чтобы грязная посуда не пересекалась с чистой. Вот как тогда здесь мы? Либо мы меняем просто, получается, грязную посуду мы заносим через дверь, а чистую посуду у нас, получается, можно будет выносить через окно. В ходе встречи обсудили ряд технических вопросов, связанных с электрикой, сантехникой, составили список необходимого оборудования, которое в ближайшее время будет установлено. Сегодня выездное рабочее совещание провели на пищеблоке школы номер 16. Представитель поставщика горячего питания, администрация школы и администрация города определили, в каком направлении нам работать дальше, каким оборудованием необходимо дооснастить пищеблок, определили, что конкретно в ближайшее время будет изменено, дополнено, для того, чтобы после каникул дети у нас питались уже именно тем питанием, которое будет готовиться на пищеблоке.